Мусор не вывозят, дороги разбиты, дачные участки затоплены, коммунальные службы выполнять свои обязанности не торопятся. На жалобы жильцов не реагируют, смотрим, на что коммунальщики закрыли глаза в этот раз. В мусорном плену барнаульские садоводы жалуются на свалку, которая образовалась недалеко от центра города. Мост кончается, свалка начинается. Я хожу по лестнице, по Калинино. И вот весной и осенью вот эту мы красоту видим. Латают дыры кто чем может. Жители Рубцовска ремонтируют дороги кирпичами, чтобы спасти свое авто. Что кирпичом, что щебенкой. Через день вся эта щебенка вылетит. Во власти стихии талая вода затопила дачные участки в барнаульском поселке Спутник. Поддоны тоже были в воде. Вы подложили, да? Да, это чтобы пройти, но поддоны, вот это все было тоже в воде и в теплице, вот уровень грядок был по самый верх. Вода. Мусорные баки с центральных улиц города вывозят регулярно, чего не скажешь про его окраины. Там, как правило, царит мусорный хаос. Барнаульцы возмущены. В таким выборочном решении она просит коммунальщиков убирать груду хлама. Не только с красных линий города. Мост кончается, свалка начинается. Я хожу по лестнице, по Калинино. И вот весной и осенью вот эту мы красоту видим. Груда мусора рядом с мостом образовалась еще 4 года назад. Жители Барнаула начали бить тревогу. Обратились в администрацию. Мусор убрали, но это оказалась разовая акция. Бутылки, коробки, одежды уже 3 года никто не убирает. Свалка только разрастается и разрастается, рассказывают люди. Ну, сами сейчас видите, 22-й год, вот мусор весь этот лежит. Кто должен, кто этот бак поставил, вообще непонятно, зачем его поставили. Обвиняют садоводов, объясняют тем, якобы садоводы мусор сюда бросают. Извините, неужели я из дома понесу мусор сюда или с саду я привезу сюда мусор и буду бросать, когда у нас свои там контейнера есть. Жители неоднократно обращались в комитет по благоустройству города. Людям отвечают, что перенаправили их обращение в администрацию Октябрьского района, дабы определить, кому принадлежит захламленная контейнерная площадка. Коммунальные юристы, в свою очередь, посмотрели кадастровую карту и определили принадлежность несанкционированной свалки. Находится данная несанкционированная свалка на территории публично-правовых образований. То есть, фактически, данная территория отнесена к ответственности комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула. Согласно правилам благоустройства города Барнаула, ст. 64, именно данный комитет несет ответственность за содержание данной категории территорий и земельных участков. А мы, в свою очередь, тоже обращаемся в комитет по благоустройству с просьбой ликвидировать свалку, а также выяснить, кто не доходит до придомового контейнера и выкидывает мусор практически на ЖД путях. В городе и железная дорога, и мне вообще-то вообще в голове не укладывается. Красную линию Октябрьский, извините, вылизывает от и до. А закоулки вот эти все остаются, поэтому просим вас очень убедительно, что вот эту свалку убрать, мы не хотим садоводов вот это все видеть. Не хочу я. Весна – это, конечно, прекрасное время, только не для автомобилистов. Это время года им серьезно бьет по кошельку. Своих железных ласточек приходится чинить часто. Рубцовские водители нашли выход своими силами. Латают ямы да выбоины. Это видео облетело все краевые СМИ. Рядовые горожане в Рубцовске при помощи подручных средств приступили к ремонту дорог. Рубцовчане, уставшие чинить свое авто, нашли время, запаслись старыми кирпичами и заделали на центральной площади города 20 ям. Спустя день городские власти решили подхватить инициативу добровольцев. Распорядились засыпать дыры щебнем. А как вы думаете, надолго ремонт? Никаких комментариев. Ну вот ваше мнение. Мы не даем, не даем. Надежно? Ну что сказать, спасибо и на этом хотя бы, понимаете. Ну, хоть так хотя бы можно ездить, а чем вообще никак. Потому что такие дороги, как у нас, ну это, по-моему, лучше по проселочной дороге кататься, чем вот по таким. Ну, хотя бы щебенка. Ну, щебенка тоже такое покрытие, небезопасно, потому что это отлетает, это в кузов все это летит. Я не местный, но дороги ужасные. Здесь я никогда хорошими не был. Дорог нету. Щебенкой засыпают глубокие ямы, это вообще нормально? Нет, это не нормально. Что кирпичом, что щебенкой. Через день вся эта щебенка вылетит. Рубцовские дороги – это едва ли не самая главная боль города и даже края. Как нам рассказала депутат АКЗС Вероника Лапина, в этом году на их ремонт направят 200 миллионов рублей. Из краевого бюджета доля городского – чуть более 5 миллионов. Дополнительные средства выделят на ямочный ремонт. На эти средства планируется отремонтировать улицу Транспортную. Участок дороги на проспекте Ленина от Садового до Калинина. Будут продолжены работы по ремонту улицы Краснознаменской. И будет продолжен второй этап работ по улице Тракторная. В том числе будет доделано кольцо рядом с торговым центром «Радуга». Последние годы деньги на ремонт рубцовских улиц выделяют регулярно. Но улучшения особо незаметно. В этом году, несмотря на выделенное финансирование, дорожный сезон может ожидать неприятный сюрприз. Причина – продолжающееся повышение стоимости материала в приутвержденных сметах и объемах. Не исключено, что помощь дорожных добровольцев, которым стоит запастись кирпичами, еще пригодится. Барнаульский поселок Спутник тоже страдает от бездорожья. Точнее, часть поселка. А тут еще и внезапно хлынувший паводок, который не просто напугал людей, но и затопил их дачные участки. Вот так вот выглядит в огороде. Вода прибывает, прибывает. Теплица и грядки скрыла вода. Талые воды в варнаульском поселке Спутник подошли к домам и затопили дачные участки. Поддоны тоже были в воде. Вы подложили, да? Да, это чтобы пройти, да, но поддоны, вот это все было тоже в воде. И в теплице вот уровень грядок был по самый верх. Вода. Вот по воде, видите, канализация. У них полный погреб воды. Жители сразу же позвонили в МЧС. Но там сказали, что вода в дома не зашла, поэтому не приедут. Ведь коттеджи тоже пострадали, рассказывают люди. На лаковина вода фонтаном шла. Я сложила тряпку и ставила цветки. И вот тот тяжелый, чтобы не выдавливало. Жители начали штурмовать звонками администрацию индустриального района. После в спутник приехали спасатели. Начали откачивать воду. Приехала целая бригада тогда МЧС. Начальник с ними, много ребят было. Они кое-где запруды сделали и откачивали. Долго откачивали. До 10 вечера. А на третий день наши мужики сами откачивали. Потому что они оставили нам шланги, оставили этот насос. Последствия паводка жителям еще только предстоит устранить. Огороды своими силами люди в порядок приведут. А вот море близ коттеджей никуда не денется. Будет образовываться за видорегулярностью. Дело в том, что часть поселка расположена крайне неудачно, рассказывают люди. Получилось так, что мы находимся как раз в зоне подтопления по сравнению с остальными жителями. И здесь образовался такой котлован, лужа. И получается, во время таяния снегов уровень поднялся до такой степени, что начала вода подходить к домам. Конкретно обвалились канализационные люки. И пришлось своими силами как-то все это загораживать. В том году у нас было, подходило, осыпался колодец общий, получается. В том году не так сильно. За счет того, что здесь напротив не было построено вот этих домов. И здесь был овраг. И вода вся ушла, как по этому оврагу, получается, туда вдоль улицы. Его засыпали, весь утрамбовали строительным мусором. Соответственно, вода теперь туда вообще не уходит. И даже трактор копнуть не мог, потому что он упирается во все эти кирпичи и все это не может оттуда убрать. Мало того, что жители поселка Спутник оказались в ловушке и теперь каждый год страдают от потоплений, так вынуждены еще и бороться с бездорожьем. На Смородиновой улице ни пройти, ни проехать нельзя. И вообще мы здесь богом забытые. Здесь такой здоровый поселок, и не ходит сюда транспорт. Мы по два километра шлюпаем. Не доезжает транспорт, потому что разбитые дороги? Да хрен его знать, ой, извините, почему он не доезжает. Потому что вообще не доезжает он просто транспорт. Он надо нам идти до Павловского тракта все. Что с детьми, что без детей, ни тротуаров, ничего. Идешь как этот, лавируешь между этими ямами. Жители Барнаульского пригорода отсыпают щебенкой свои придомовые участки. На это уходят десятки тысяч рублей. Люди согласны тратить на это деньги, но просят властей хотя бы заасфальтировать разбитую дорогу. Чтобы ходить не по колено в грязи, а как нормальные люди. Отремонтируют ли дорогу в поселке Спутник? Спрашиваем чиновников в официальном запросе. На этом все. Напоминаю, если у вас есть коммунальная проблема, которую нужно решить, звоните в редакцию телеканала Толк, пишите нам в социальных сетях или оставляйте заявку на сайте. С вами была программа «Коммунальный патруль». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok